Набираем тысячу лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем здарова, ребят! С вами Локи, мы продолжаем карьеру за MU в PS2020. И в начале серии хотел бы извиниться, ребят, так получилось, что во время записи у меня рубануло свет. И два матча, которые я сыграл, я не смогу никак восстановить, никак вам показать, потому что запись после отрубания света побилась, а сохранений просто нет. Я играл в Emirates Cup против Шеффилда, 3-1 выиграл, при том, что мы проигрывали. И матч в чемпионате против Нью-Касла я сыграл 1-0. Лингар, кстати говоря, себя очень неплохо показывал в этих встречах. Сегодня у нас три матча в чемпионате. Это Брайтон, это Кристал Пелос и это Волверхэмптон. В общем, ребята, усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чайок, берите печеньки, вкусняшки. Обязательно влепите лайк под этим видео. Чем быстрее набираются лайки, тем быстрее выходит новая серия. Ну и, конечно, если вы новичок, то не забывайте подписываться на канал и прожимать колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых видосов. Ну а теперь, ребята, погнали на нашу первую игру. В чемпионате, ребята, особо ничего не изменилось. Мы также в пяти очках отставания от Тоттенхэма. Единственное, в матче, когда мы выиграли у Нью-Касла, Ливерпуль проиграл 3-0. А Брайтон, кстати говоря, проиграл 4-0 Тоттенхэму. И сегодня, я думаю, они будут злые. Они захотят поквитаться, вырвать очки для борьбы в чемпионате. Ну и нам нужны очки, ребята. Сегодня нужно побеждать во всех трех матчах, которые нам предстоит сыграть. Передача на Хуана Мату. Тот в центр пытался сразу сыграть на Антони Марсиале, который сегодня на острие дал немножко и отдохнуть Рэшфорду. Ну и Минди. Минди с первых минут. Пошла подача. Справились. Антони Марсиаль. Удар по воротам и 1-0. Вот так вот на 14-й минуте мы, друзья, выходим вперед. Антони Марсиаль теперь у нас забивает чаще Маркуса Рэшфорда. Они как-то у нас по ходу сезона меняются. Ну и немножко начал прочувствовать я команду. Начал понимать, кто на что способен, кого куда лучше ставить. И вот Марсиаль с Рэшфордом действительно очень хороши. Да и Джесси Лингард и, в принципе, Джеймс тоже начинают набирать неплохую форму. Лингард, ребята, такое чувство, что после того, как его выставили на трансфер, переродился. Начал играть совершенно иначе. Примерно так же, как Диего Коста после того, как забил в мадридском дерби в карьере игрока. И снова Джеймс играет на Минди. Минди с мячом. Пытается он сейчас раскачать соперника. Минди, подача. А здесь уже Санчо. До удара пока дело не доходит. Фред. Дэвид Бэкхэм. Дальний удар поворотом. Все накрыли. Джеймс. Минди. Заскочил в штрафную. Минди бьет поворотом. Ну вот какого активного защитника крайнего мы с вами приобрели. У мадридского Реала. Неплохо они здесь отыгрались. С Джеймсом. И Минди. Ну мне кажется, вот если бы он прям приложился плотно в дальний угол, могло бы быть опасней. Но атака угловой. Дэвид Бэкхэм у мяча. 26-ая минута. Еще одна подача. Фуан Мата. Санчо. Прострел. И здесь нужно. Ну же. Что происходит, ребята? В двух моментах просто простили. Я честно не поверил, что мяч вообще дойдет до наших игроков. И вот здесь. Марсиаль пощупал мяч. После он отскочил к Джеймсу, которому надо было просто бить. А он отошел в сторонку. Но в итоге еще один угловой. 30-ая минута. Подача. Джеймс. Уже в штрафной. А здесь Минди. И подача хорошая на Марсиале. Но мяч до того не дошел. И Брайтон пока просто отбивается. Я понимаю, почему они получили 4 мяча от Тоттенхэма. Вот с такой вот игрой у своих ворот, конечно, многого ты не добьешься. Еще один удар Джеймса. И мимо. Перевод налево. Сейчас нужно сыграть очень аккуратно, очень внимательно. Еще один паш в штрафную. Но здесь Дехея в порядке. Пока все под нашим контролем. Никакой опасности со стороны соперника. Но нужно забивать еще. 1-0. Очень скользкий результат. И мы уже не раз по ходу этого сезона обжигались. Вот именно с такими соперниками, когда мы всю игру вели. А потом какой-то просто невразумительный гол. И в итоге мы играли в ничью. Вот здесь ошиблись защитники. Подача. Марсиале. Высший ворот. Не давать бить. Удар по воротам. И Дехея спасает. И даже вот с такого дальнего расстояния очень опасным получился удар. Как-то здесь наша оборона пассивно сыграла. Посмотрите, в шестером практически были в окружении соперника. И только Дехея спас. Еще одна подача. Еще один удар. И мяч в сетке. Брайтон сравнивает счет на 58-й минуте. Каким же невероятным получился этот удар. И хозяева сравнивают счет. Продавили здесь. И под самую перекладину залетел мяч. Не спас Дехея. И вот о чем я и говорил, ребята. Мы обжигаемся на тех же моментах, на которых уже по ходу сезона проигрывали. Но вот сейчас Джеймс удар по воротам и не попадает. Марадона рвет и мечет на бровке. Но при этом все равно продолжает подбадривать команду. Ни в коем случае сейчас нельзя падать духом. Фред с мячом. Дальний удар по воротам и выше. Две замены в нападение уже сделаны. Это Джесси Лингард и Маркус Решфорд. Опасно. Удар по воротам и Брайтон выходит вперед. Отпустили соперника. И нас, друзья, наказывают. Здорово Брайтон смог переломить этот ход матча. Ну и последние замены в составах. Теперь уже, ребята, свистать всех наверх. Снова Поль Погба. Джеймс, Минди. Ну что, ребята, это шанс. Подача Минди. Несся Маркус Решфорд в атаку. Сейчас Брайтон просто сел у своих ворот. Оно и понятно. Они хотят вырвать эту победу. Решфорд, ну же! Маркус Решфорд забивает гол. И, ребята, 2-2. 93-я минута. Вот это жара на футбольном поле. 5 минут арбитр добавил. Значит, у нас 2 минуты еще есть. Здесь разыграли просто наверняка. Хорошая передача от Джесси Лингарда, кстати говоря. Опасно. Не давать бить. Минди! Молодец. Подставился под мяч. Но атака-то не завершена. Минди! Еще один пас штрафную. Дехея забрал мяч намертво. Ну и все. Здесь уже сотая минута пошла. И, ребята, 2-2. Вот такое вот жаркое начало получилось у нас в серии. Челси сыграли 2-2 с Ньюкаслом. Тоттенхэм выиграл. Волки сыграли с Арсеналом в ничью. Победа Вестхэма. Также победа Лестер-Сити с Аутгемптона. Манчестер-Сити. Ливерпуль выигрывает. И также побеждает Шеффил у Уотфорда. Ну и мы отрываемся немножко от Тоттенхэма. Ливерпуль приближается к нам. Недалеко Арсенал Манчестер-Сити. Ну и там уже дальше Челси и все остальные. Забавно, ребята, что у нас в этом году все карьеры так или иначе как-то связаны между собой. И сейчас, если мы посмотрим турнирную таблицу, то она выглядит практически так же, как и в карьере за Тоттенхэм. Мы лидируем, а Манчестер Юнайтед идет вслед. Здесь же ситуация наоборот. Мы догоняем Тоттенхэм, которые лидируют. И мы принимаем у себя дома Кристал Пелос. Еще один непростой соперник. Хорошие исполнители. И нам нужна только победа. Так что, ребята, поехали. Сегодня в нападении у нас Джесси Лингард, Антони Марсиали и Маркус Решфорд. Ну вот сейчас Решфорд принимает мяч. Откатывает его на Марсиаля. И первый момент. Прошла передача на фланг. За! И это пенальти. Это пенальти на 16-й минуте. Линда Лев ударяет соперника по ногам. Надеюсь, что хотя бы без красной карточки мы обойдемся. Но пенальти точно будет. За! Технично здесь разворачивался. И вот он здесь классно убрал мяч в сторону. По углам раскидывает 10-й номер Кристал Пелос футбольный снаряд и нашего голкипера. Таунсен забивает гол. И выводит гостей вперед. Но, возможно, именно это нам было и нужно. Завестись. Понять, что уже, ребята, пути назад нет. Еще один дальний удар. Но здесь свалился мяч с ноги. И ушел за пределы поля. Минди. Навязывает борьбу на фланге. И не позволяет сопернику пройти. И мяч еще оставляет в игре. Здорово, Минди. Марсиаль. Передача на Минди. Нужно догонять. Минди. Убрал соперника. Марсиаль бьет в дальний. Но на месте. Хендерсон. И тут же быстро рукой вбрасывает мяч на перерыв. Ван Бисака. Передача. Джесси Лингард. Поль Погба. Хорошо. На коротке. Дэвид Бэкхам. Марсиаль. Удар по воротам. И здесь неприятный рикошет. У нас пошла последняя 10-ти минутка практически. Времени-то все меньше. А счет изменить никак не получается. Но вот сейчас на фланг. Здорово. Хорошая стеночка. Ну же. Джесси Лингард. Какой удар. Опасно. И 2-0. Но мы пошли ва-банк, ребята. Здесь уже нужно было что-то переламывать. И в итоге мы пропускаем второй. Этого можно было ожидать. Тяжеловато было здесь догнать. Казалось бы. Вот здесь Лингард борется. Но проигрывает борьбу. А Линделев сегодня просто не в своей тарелке. В итоге 2-0. Мы проигрываем Кристал Пелос. И борьба, ребята, в чемпионате становится все жарче. Ливерпуль нас опережает. Тоттенхэм не смог выиграть. Это, ребята, наш плюс. Поэтому борьба все еще будет идти, я думаю, до последних туров. У нас, ребята, пришло предложение по Хуану Мати от Реал Сосейдад. Они предложили 11 миллионов. Я повысил, по-моему, до 16 с половиной. Посмотрим, что они на это ответят. Ну и мы приехали в гости к Волверхэмптону. Сейчас будем биться за 3 очка. Нужно исправлять ситуацию, которая сложилась у нашей команды. Досадно. Мы, конечно, дома проиграли Кристал Пелос. Мы неудачно сыграли и с Брайтоном. Теряем очки с не самыми серьезными соперниками. Но иногда вот именно такие клубы доставляют больше всего проблем. Сейчас, как мы видим, хозяева перестроились немножко на игру от обороны. Ван Бисака пытается по правому флангу прорваться. Получает по ногам, зарабатывает штрафной. В принципе, можно и желтую дать. Но арбитр пока устно разговаривает с игроком хозяев. Но Ван Бисака молодец. Дэвид Бэкхэм. Будет подача. Восьмая минута. Подача есть. А вот до удара дело не дошло. Джеймс. Неплохо. Маркус Решфорд. Отыгрался Санчо. Решфорд. Надо забить. И голкипер просто перекрыл своим телом все ворота. Хорошая пяточка. И штанга. И мяч отлетает в руки голкиперу. Как же классно пробил. Лингард. Попридержали. Сейчас соперника Минди. И Байли рядом. Пошла подача. Удар по воротам. И перекладина. Ни в коем случае нельзя недооценивать соперника. Сейчас он показал, что может огрызнуться. Вот где-где один в один в песке. У меня очень плохо получается обыгрывать. Вязкими немного выглядят футболисты. Бэкхам. Здесь можно стеночку разыграть. Лингард. Увидел. Ван Бисаку. Ван Бисаков штрафной. Простреливает. Лингард. Нет. И не дошел мяч. 2-2 по моментам. Нужно прибавлять. Нужно стараться сейчас забить. Нет офсайда. Матич помогает. Удар по воротам. И опасно. Прострел. Санчо. Ну же. Ребят, ну что за моменты. Джесси Лингард. Ну же. Пытался между ног пробить. Но голкипер Уолверхэмптона спас свою команду. Очень напряженный матч. Еще такая погода. Удар по воротам. И мяч в сетке. Ну вот. Хотя бы стандарт принес нам, ребята. Результаты. Это Матич. Просто как бульдозер шарахнул головой по мячу. Никто его не держал. Нужно было только попасть. И Матич с этим справился. 0-1. Джесси Лингард. И надо на дальнюю подавать. А там уже Решфорд. Столкнулся он с соперником. Никто из них до мяча так и не добрался. Последние минуты матча. И посмотрите, как уже скользят. Футболисты. Погода, конечно, не из лучших. Но, честно скажу, она лучше, чем у меня за окном. Бэкхамп. Передача в центр. Джесси Лингард. Санчо. Нет нарушения правил. Выносят мяч футболисты. Неужели это травма? Я надеюсь, что, ребята, там ничего серьезного. У нас последние секунды. В этой встрече. Две минуты арбитр добавил. Они уже истекли. Я думаю, сейчас будет свисток. Так и есть. Тяжелейшая победа. 0-1. Благодаря стандарту и голу Матича. Я надеюсь, серия вам понравилась. Ребята, поддержите ее лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо за просмотр. И увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok